Книга открытым оком. Вопрос 120. Расскажите, пожалуйста, о ваших последних встречах с епископом Алтайским Антонием и со старообряческим епископом Силуяном. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Когда я спросил его, почему же он не принимает никаких мер по отношению священников, которые совершенно не учат народ, он ответил, я их посылаю на приход, а они воруют. Когда он был у меня на дому, а в другой раз мы вместе ехали в его машине, он всегда приглашал меня к себе, чтобы открыть курсы для священников и учить их, говоря, у меня нет ни одного миссионера. Он не ставил никаких условий, а просто просил помощи, разговаривал на равных. Старообрядческий же всегда колол никонианством, своим превозношением, набивался на титул непогрешимого. Почему-то всегда и в эту встречу мне было очень жаль Антония и хотелось еще с ним встретиться. Он провожал до дверей и неоднократно благословлял. Старообрядческий же Силуан просто топтал меня и издевался надо мной даже у меня на дому. Если Антоний с радостью сел за стол за прекрасно приготовленный Надеждой Васильевной рыбный пирог, ибо она в этом великая искусница, то Силуан сразу поставил ультиматум. За стол без молитвы нельзя, а молиться на наши иконы запрещено, и при том садиться за мной за стол нельзя, чтобы не оскверниться. Тогда я решил немного побрить его и осадил. «Чего уж куражиться-то? Нужда заставит на полу возле помойного ведра будешь просить у меня есть эти же пироги». Он как-то сразу обмяк и спокойно сказал «Ну, тогда уж куда деваться, если большая нужда?» «Значит, и под этой мертвой толщины поповской рогожей есть что-то живое, то ли в сердце, то ли в утробе». Еще добавлю, что после этой встречи он был в Австралии, и там же был наш епископ Евтихий Курочкин. «И они были приглашены в один дом, и за одним столом ели блины, и Силуян Килин вел себя совершенно нормально. И хотя я просил его благословить меня, он так и не отважился осенить меня своим животворящим двуперстием. Дай-то Бог, чтобы в вечности все мы были вместе за трапезой у Христа». Свой городок от бед монастырек, зашоренные окна и глазницы, исследовано все и вдоль, и поперек, от черноты темнеют лица птицы. Придумано в пустынях и явно не вчера, устав, колокола и типикон, молитвы день и ночь, спал ночи до утра, полсуток натощак в грядущий сон. Соревнования канонов, правилов, дыму, в кадильном, монотонном и тягучем, за часом шли века, тоски и мук, из обитателей бесчисленные тучи. Какие силы скрылись за стеной, высокой, монастырской, отверделой, ни революцией, ни атомной войной не вызволить к евангельскому делу. А если бы апостолы Христос явились и униженно просили на проповедь пойти, на них повсюду спрос, по всей, по матушке растерзанной России, нет, не пойдут. Им царство тишины дороже Библии божественных призывов. Воскрилия на юбки и штаны привыкли мы к подрясникам красивым. Писание одобряет несемейных, свободных от забот и суеты, все для Христа, все знания и умения на проповедь, на проповедь и я, и ты. Селища не в дебелой сутане, в молчании потупленной до пола, призывные знамена, плакаты на стене Христу, но не КПСС и Комсомолу. Моря и скверы, пляжи и дворцы охвачены евангельским призывом. Не рыбари, духовные ловцы, в цивильном платье через жилмассивы. Конечно, нам мечтать не запретишь, монастыри встают из-под руин. Там за стеной порядок, блажь и тишь, по полю бранному проходит он один. 17 мая 2002 год.